Свои силы и власти над людьми, которые в нашей стране не обладают никакими правами. Это вот глумление волков над Ягненком. Хотя Дмитрий Гудков не Ягненок, безусловно, но они думают, что это так. Они просто хотят всех нас запугать, они просто хотят, чтобы люди не пришли на митинг, они хотят проявить жесткость. Это не жесткость, это трусость, это подлость и трусость. И вот эти люди сейчас, которые называют себя офицерами, вот эти вот жандармы, бездарные, наглые, которые из себя ничего не представляют, они сейчас будут всю ночь искать что-то, чего, естественно, найти невозможно, поскольку сегодня все в сетях и вся информация, которая обменивается, нормальные люди, это сегодня из социальной сети. Можно только изъять телефон, что, наверное, они уже сделали. И вот эти люди потом повезут ночью на допрос руководителя политической партии, кандидата в депутаты Мосбурдумы, в прошлом депутаты Государственной Думы России, политика которой, вот, собственно говоря, за борьбу, за право участвовать в политической, легальной жизни страны, сегодня подвергается политическим репрессиям, гонениям, расправам. Вот что, собственно говоря, происходит. Это только одна, это один только мотив – запугать как можно больше людей, лидеров, поставить их на грань ареста и тюремного заключения, для того, чтобы этот митинг не состоялся. Поэтому я, пользуясь случаем, скажу, что обязательно надо приходить на 27-го туда, куда нужно приходить, встречаться с депутатами и показывать свою гражданскую позицию. Иначе нас всех передавят, как кроликов, вот здесь вот так вот, когда приезжает 10 к одному, и ты ничего не можешь сделать, потому что эти негодяи, эти негодяи, признают и понимают только силу, только улицу, только массовое движение, они больше ничего не понимают. Они оккупировали страну для того, чтобы ее ограбить полностью, и их ничего уже не останавливает, кроме силы народа. Все. Скажите, знаете, сколько там человек полицейских, и писал ли вам что-то Дмитрий, и что они ищут? Мне довелось их мельком увидеть. Я думаю, что проводится оперативно-следственная действия, связанная с каким-то криминальным преступлением, поскольку раскрывалась какая-то техника, типа чемоданы, я видел эту группу. Я и поверить, и понять не мог, что в 10 вечера после 10 эти негодяи приедут обыскивать политика, занимающаясь легальной работой. Я их видел, там 3 человека в форме, и человек 6-7 без формы. Ну, собственно говоря, так они идут навалом. 10 человек задействованы для того, чтобы найти доказательства подготовки митинга 27 июля. Это, в общем-то, транжир не гигантских средств. Это просто безобразие. За эти вещи нужно снимать министра внутренних дел в чертовой матери, прогонять этого Бастрыкина, и вообще наказывать всю политическую верхушку, отправлять в отставку. Поскольку эти люди вообще не понимают, что налогоплательщики платят не от жиру и не от огромных доходов, а от своих трогов. Посмотрите вот на этот беспредел и произвол. Если мы его не остановим, вся страна превратится в ГУЛАГ. Никто никогда не верит. В 30-е годы не верят, что страна превратится в ГУЛАГ большой. И сейчас многие не верят. Он превращается. Она превратится, если мы не остановим вот это вот беззаконие. Это беззаконие. Это антиконституционное преступление. Это преступление направлено на подрыв государственного строя России. А государственная строя России по конституции – это демократическая страна со сменяемой властью, где народ является источником власти. Не вот эти подлые наглые чиновники, узурпаторы власти, которые помогают ее захватывать и удерживать, а народ является. И вот народ должен сказать свое слово. Инатий Владимирович, вы вот здесь стоите, заходите внутрь, скажите почему. Я выполняю поручения своего старшего сына. Мы не боимся ни обысков, ни допросов. У меня достаточно опыта разговаривать с любым следователем. Я в 90-е годы, мне бы доводилось смотреть в глаза и бандитам, и преступникам, и стволы. Я этого не боюсь. Но Дмитрий меня попросил не уходить с этого поста, общаться с прессой, давать огласку. И главное, при необходимости, организовать, что нужно. Вот я сейчас организовал адвоката. И буду дальше сейчас вести репортаж с места события. Какие дальнейшие действия? Я так понимаю, что вы уже уверены, что его увезут куда-то? Если бы был уверен, что у них нет второго ордера на мой обыск. И на допрос я бы, конечно, здесь не ставил. Я готов поехать в следственные комитеты, готов плюнуть в лицо, условно говоря, любому этому следователю, наглецу, который позволяет себе вот так вот относиться к Уголовному процессуальному кодексу, который для него Библия. Вот Уголовный процессуальный кодекс для следователей, это Библия, так же, как для прокурора. Так им плевать на Библию. Им плевать на свою веру. Они готовы нарушать все ради приказа начальства. Это не страна. Это полный беспредел, полное бесправие. И оно продолжает нарастать. Вот надо понимать, что сейчас все, страна встала на распилки. Вот сюда гулаг, репрессии, ночные аресты и стрельба по народу. Здесь еще какая-то возможность относительно мирного цивилизованного выхода. Вот власть делает все, чтобы мы пошли по первому пути, которые закончатся гражданской войной, потрясением, бунтом, революцией. Чем хотите. И главное, большой кровью. Связывались ли с вами другие независимые кандидаты в депутаты? Может быть, вы знаете что-то, что у них сейчас происходит? Ну, вы не поверите. Вот вы не поверите. За пять минут до того, как пришла полиция к Дмитрию, я был у него. И мы два часа с ним разговаривали о возможностях, о рисках, которые связаны с обысками, арестами, задержаниями, физическими расправами вот этих мордоворотов Пригожина, которые там не гнушаются никакими делами. Нас же вчера встречали в аэропорту, вот эта банда Пригожинская. И я спросил Дима, а вот давай по-честному. И не надо мне давать сегодня ответ. Ты готов идти по этому пути? Ты готов? Ну, готов на эти издержки, на эти страдания, возможно, на потерю здоровья, на потерю свободы? Ведь у тебя трое детей, у тебя жена. У тебя есть возможность чем заниматься. Тебя ждут в любом месте. И я понял, что он готов. Я не стал ничего его сегодня торопить с ответом. И вот через пять минут после того, как я от него ушел, и я мельком увидел вот эту подлую группу, которая прибыла сюда. Я думал, что они здесь помогают какой-то преступлитель. Хотел даже помочь, раскрыть преступление. Думал, что, мало ли, у меня же камеры здесь стоят. Они отключили здесь, они проводят боисковую операцию. Они отключили все камеры охраны. Вот сейчас дом находится, все квартиры находятся без охраны. Это потому, что они не хотят... Они прячут свои лица. Они прячут свои установочные данные. Они отключили в квартире Wi-Fi. Они тоже боятся какой-то утечки информации. Они всего боятся. На самом деле, это банда трусов. Это банда трусов. И никакого другого названия они не заслуживают. Банда трусов, выполняющая приказы жуликов и воров, окупивших Россию. Вот и все. Вот наша страна, как она сегодня выглядит. Кто не понял, как говорит Кадыров, тот поймет. Но я боюсь, что понимание может пройти очень поздно. Очень поздно. Тем миллионам, десяткам миллионов людей, которые еще не понимают, куда пошла страна, во что превращает ее путинский режим, понимание может пройти с большим опозданием. Как это уже бывало с нашим народом, заплатившим огромные цены за вот это непонимание и последующие репрессии, войны, потрясения, переселение народов и так далее. Вот мы сейчас наблюдаем начало этого процесса. Это еще не трагедия, но это уже драма. Сегодня задержали утром Алексея Навального. Вот сегодня обыски у Дмитрия Гудкова. А как вам кажется, будут ли продолжаться эти действия по отношению? Безусловно. Власть пошла в разнос. Ее уже не известно никакие нормы права, никакие вопросы имиджа, никакие вопросы, связанные с даже какой-то попыткой фиговым листом прикрыть. Знаете, вот есть даже в культурах древней античности есть фиговый лист, который причинен и место закораживает. Все, никаких этих фиговых листов больше не будет. Власть пошла по беспределу. Она испугана настолько, что хочет в порыве страха, вот в истерике страха запугать всех остальных. Ведь она что делает? Она хочет запугать Дмитрия Гудкова, чтобы он 27 июля не пришелся на встретить своим избирательным. Она хочет запугать и лишиться возможности Алексея Навального. Это подлейшее действие. Это человек, который борется за честные выборы. Это человек, который борется за новую Россию. Это человек, который борется за исполнение конституции в стране. И его постоянно арестовывают. Это просто сволочи. Это обычные должностные сволочи. И окруженные вот этими жандармиями, которые выполняют их приходи. Ведь все эти офицеры, вот эти офицеришки, они обслуживают власть жуликов, аварья. Вот этих коррупционеров, которые дербанят Россию. Никакого оправдания им быть не может. Вообще все эти люди рано или поздно будут отвечать перед судом. Перед честным, справедливым, объективным. И они обязательно ответят. Как вам кажется, получится ли все-таки запугать вот таких? Нет, уже нет. Уже нет. Дело в том, что мы вот анализировали с очень известной стороной людьми. И вы многие эти фамилии знаете. И среди них и бывшие министры, и вице-премьеры, и так далее. Мы сидели, как-то обсуждали возможности массовых репрессий. И мы пришли к выводу, да, невозможно на очень короткий период. Почему? Потому что репрессии массовые проводятся при двух условиях, как правильно. Либо при растущем ВВП, ну, когда люди жертвуют своими правами ради все-таки там благополучия, роста своего... Как в начале нулевых было. Ну, как это было в начале нулевых. Да, был контракт. Мы жиреем, мы строим квартиры, покупаем дачи и так далее. Купаем телефоны, машины. Хорошо одеваемся, едем за рубеж. И не вмешиваемся в то, что вы там делаете со страной. Так вот, проводится либо при растущем ВВП, либо при втором условии. Это при достаточно большом классе бенефицаров. Ну, когда, допустим, там расстреливали москвичей, квартиру собирал НКВД. Когда раскулачивали крестьян, да, это имущество раздавалось беднякам. То есть были большие социальные группы, заинтересованные в репрессиях. Материально заинтересованы. Сейчас в России нет ни растущего ВВП, кредит страна приближается в глубже и глубже. Володя, отвечай, давай мне телефон, я буду отвечать. И второе, это условия нет заинтересованных людей. Нет заинтересованных бизнесменов, нет заинтересованных даже чиновников. Ни учителей, ни врачей, ни работников. Это были безинтересованные в репрессиях. И поэтому я думаю, что вот эта политика запугивания и репрессий, она обречена на провал, на крах. И единственное, что это вызовет, это вызовет зазлобление. Это вызовет ненависть. Это вызовет радикализацию протеста. Это вызовет появление каких-то групп мести там или возмездия. И это будет происходить по мере нарастания вот этого государства. Продолжение следует...